Меня зовут Иван Шалмин, я строящий архитектор, который родился в Новосибирске. Учился здесь, жил, потом слинял в Москву в 1982 году и вот по сей день пытаюсь там что-то строить и вот с 16 года занялся вот такими цифровыми изображениями. Вначале пару слов о самой экспозиции, выставке и вообще что это такое. Специально сделал микс, архитектуру показываю не занудно, не для архитекторов, а как просто-напросто фото с натуры в жанре репортажа. Такое ощущение, чтобы создалось, чтобы там не ковырялся никто ни в каких чертежах, это довольно-таки условные модельные изображения, относящиеся в принципе для прочтения профессионалов. И чтобы обычный человек, ну просто видел, что такое строится. Оно действительно строится, это не 3d модели, это реальные фотографии с натурой, которые устроены следующим образом. То есть обычно, когда подаешь материалы на какой-либо конкурс, то по опыту это максимум 9 фотографий. Здесь же как бы отдельно 9 фотографий всего об объектах. А для меня архитектурным объектом является не просто там интерьер или там экстерьер, это вообще большое заблуждение, то что сейчас мы еще про это скажем пару слов, то что тяжелое положение слонов дореволюционной России, нашу профессию заткнули ниже плинтуса, это совершенно неправильно, хотя во все времена в принципе архитектура была и есть матерью и отцом одновременно всех жанров искусства. Но почему-то в наше время считается, ты мне коробочку сделай, а мы потом дизайнера наймем и так далее, и так далее, и получается полный коллапс. Поэтому для меня на самом деле никогда в моих объектах никакие дизайнеры участия не принимают как правило, единственное там специалисты допустим по озеленению, конечно архитектор много знает, но чтобы знать когда какая травинка вылезет, это уже то есть знания такие муравьиные, чисто специализированные и туда я не лезу. Но массы, конечно, шаг влево, шаг вправо, расстрел однозначно на месте и между глаз. Архитектор на самом деле является и композитором, и дирижером, и мало того еще следит, чтобы никто не нафальшивил. Потому как, если мы говорим об архитектуре как об искусстве, мало придумать, мало его согласовать, доказать клиенту то, что ты ему сделал то, что ему нужно, а не то, что он хочет. Потому что когда ты идешь по пути компромиссов и четко исполняешь его хотелки, у тебя никогда ничего не получится, потому что по определению клиент не прав, потому что он пришел к тебе. Если он пришел к тебе и он не специалист, если бы он знал то, что ему нужно, ему бы архитектор нахрен не нужен был, он сам все делает. Такое очень часто бывает, очень даже неплохо. Но если он пришел, он уже не прав. Значит, ты выслушиваешь однозначно все большие хачухи и на самом деле определяешь вместе с ним, находишь. Никаких вариантов, естественно, нет. Ты на самом деле отсекаешь все ненужное, как от скульптуры отсекали в свое время Микеланджело или Роден. Все ненужное, да, все ненужное абсолютно. И поэтому, как бы, и оставляешь именно то, что необходимо. И поэтому для себя я сформулировал таким очень короткой такой фразой, то, что я работаю в стиле лаконизма, который формулируется «необходимая достаточность». То есть доводишь клиента до такого состояния, что перегородки или стены, или вообще какие-то хачухи остаются только те, без которых он не может жить. Все остальное выкидывается просто напрочь. Профессия архитектора очень нервная. Иногда приходится и стул зашвырнуть кому-то и кулаком стену пробить, чтобы добиться своего. Это, да, очень нервная, тяжелая профессия, потому что мало, я еще раз говорю, что-то нарисовать, кому-то что-то рассказать, потом, значит, набрать команду. Так тебе приходится это сопровождать до самого финиша, включая туалетную бумагу. Живопись без красок. Что это такое, хрен, живопись вроде с красками должна, а она без красок, что-то парень шутит, наверное. Ну, если хотите, это так специально, взрыв мозга, чтобы человек задумался. На самом деле все очень просто. Конечно же, эти изображения создаются без красок изначально. То есть возникает такая ситуация, когда какое-то событие происходит, у меня возникают эмоции, и в моем, скажем, виртуальном поле возникает какой-то образ, который я переношу в цифровое пространство, а именно на дисплей своего компьютера. И использую простые программы, именно там, фотошоп. Не надо думать, что это есть какая-то коробочка, нажали кнопку, и у вас все получилось. Нет, конечно. Конечно же, наше образование нам дано было полное в плане, ну, как бы, подготовительные курсы, рисунка, живопись, скульптура, там, как бы, там все время пишут масляная живопись. Ну, я не имел в виду, просто-напросто у критиков и у куратора Кирилла Светлякова другой живописи не бывает. У него масляная живопись. Я говорю, да не масляная, просто-напросто, ну, хотя у нас факультативно, мы и маслом тоже писали, и автономно писали маслом, но не суть в этом. То есть, все принципы, там, лисировка, там, я помню то, что, там, допустим, когда натюрморт пишешь темперой, ты останавливает тебя только то, когда начинают эти слои отваливаться. Они как трубочкой, там, замерзают, отваливаются, ты думаешь, что же делать, ты только нашел то именно соотношение, тот самый цвет, а оно все отвалилось. Ну, что мне вам рассказывать, да, с акварелью то же самое, то есть, смываешь лисировку, лист, там уже все готово, опять смыл, опять пошел следующий слой. Все эти навыки, именно, которыми нас учили в институте в течение трех лет, это было самое активное, начиная по 10 эскизов в день. Я говорил-то на самом деле, живопись без красок, да? Значит, создается это все в этом пространстве, цифровом, используя, как бы, образы, которые в голове, и, естественно, эти образы выражаются в виде выплески уже на экране. Дальше существует второй момент, это нужно вывести через принтер, чтобы получить результат. Почему? Вроде бы нахрена нужно, вот у тебя есть это и достаточно, так оно и было, так я маме и показывал. И, в принципе, у меня там таких вот уже сотня, там, может быть, больше. Но, как выяснилось, то, что не все печатаются. Я долго понять не мог, почему этот печатается, этот не печатается. Все очень просто. Потому что, когда в этом виртуальном пространстве ты пишешь в пластике цветом, а не красками, там градаций просто на несколько порядков больше, чем химические свойства краски. Такой простой пример. Физика шестой класс. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, цветовой круг. Помните, да, если его раскрутить, будет белое пятно. Что будет с этими семью цветами, если это краска, если это палитра? Вы их смешите, у вас получается серый. Обман, господа, обман, да? Вроде как физика света, но она работает в RGB, она не работает в SMIG. Что такое SMIG? Это просто-напросто кнопка в программе, перевод, состояние RGB, которое тебе показывает вообще, что может получиться на выходе. И вот там происходит, а что же происходит? Направление света другое. То есть ты как бы работаешь со слайдом, да, через это изображение проходит свет. И, допустим, зеленые, там бесконечное множество градаций. Когда оттиск, свет ровно наоборот. И тебе кажется на экране то, что там всего до хрена хватает, а оно бах превращается в плюху. Ну просто там нет разбора, неинтересное пятно, без проработки, бесформенное. Просто вот локальный зеленый. Может быть для кого-то это, для каких-то моментов это хорошо, но ты на это не рассчитывал. У тебя был другой образ. И так как этот образ был, собственно говоря, в виртуальном пространстве, он, естественно, беспредметен. И для чего это все? Для того, чтобы, ну это мое как бы убеждение, то, что на самом деле наше подсознание формируется там, Там основная часть формируется с одного года до четырех, дальше в процессе жизни, там человек, когда стареет, у него появляются другие образы, и это там еще как-то корректируется. Я это проверял на матушке, мне было интересно, мне было интересно в каком плане. Я, как вы видите, работы все разные, я ей показывал одно, другое цветовое решение. Я был удивлен, у меня матушка воспитана строго на возрождении эпохи, там своя колористика, и все, мы прекрасно знаем, там Рембрандт, эпоха возрождения, там своя колористика, потому что в то время, почему это так? Потому что других красок не было ни хрена. Потом появился следующий этап, то есть, в принципе, история живописи, можно ее рассмотреть, растянуть, как просто-напросто история химических свойств красок. И сейчас с появлением акрилы градаций стало больше, картины стали ярче, но, господа, сейчас у нас век современной, скажем, современного искусства, да, все не так просто, потому что оно дошло до какого-то апофигея, что у меня такое ощущение, что люди-то как бы, ну там, какая-то часть вообще кисточку не держала, то есть, это вообще теоретические какие-то концепции, я не против, я не против, когда там банку с говном продают по весу золото, да, и все в ладоши хлопают, то есть, это, во-первых, стало совсем элитарным занятием для избранных, для богачей, а, извините, а где здесь на самом деле элементарная вещь? Эстетика, вообще-то основная составляющая искусства всегда была эстетика, и весь авангард, он появился в лице там, ну, я сейчас просто условно дату назову, да, все знаем, черный квадрат Малевича, может быть, это произошло раньше, может быть, этим начинал баловаться еще и, скажем, там, великий, ну, еще кто-то, неважно, ну, я не историк, да, я не искусствовед, ну, вот так вот ярко понимаю, что все это знают, да, то есть, почему он возник? Потому что уже было перенасыщение этого всего эстетства, и вопреки появился черный квадрат, и сейчас этот черный квадрат дошел уже просто до меня, например, трясет от этих баночек, от этих бананчиков. Нет, замечательно все, замечательно, все хорошо, но, ребята, где эстетика? Элементарная вещь. Если мы полезем, то их множество, сейчас определение искусства, и появились на самом деле не только инсталляции, это еще как-то можно понять, мы можем сказать то, что вот я серым цветом покрасил эти стены, создал как бы рабочую обстановку, ну, я попытался вас донести, потому что я все время в фотошопе сижу, да, попытался донести, это вот инсталляция, наверное, может быть это инсталляция, а может быть это не инсталляция, я не знаю, мне это неинтересно, у меня была задача просто вам донести ту обстановку, я специально не делал рам, специально не делал рам, я просто как бы попытался воспроизвести имитацию вот именно этого дисплея. Но дисплей, как известно, он маленького размера. По отношению, там, вот эта вот работа или, там, это, например, работа, это, там, два с половиной на, ну, 2,25 на полтора метра. Ну, извините, таких компьютеров, экранов, дисплеев нет. Есть телевизоры, но у них разрешение совершенно другое. То есть, Full HD, это, там, две точки на миллиметр. То есть, оно будет мутным, можно с телевизора, это, ну, мы сейчас пойдем, там, этот самый фильм смотреть. Так вот, там, две точки на миллиметр, ты видишь растр. Для бегущей картинки это неважно. Когда это статика, когда это какое-то эстетическое изображение, то все, капут. Ну, здесь, вот эти все работы, 300 dpi. 12 цветов, 3 пиколитра. Последние машины и, как бы, супербумага. Потому что на холсте тоже происходит некое нарушение. Некоторые годятся, некоторые нет. Но, я могу сказать, что это лишь часть, которую я создаю на экране, но это уже технические свойства самого принтера. И 12 цветов, оказывается, казалось бы, при таком мелком разрешении печатного и при таком мелком заданном, все равно там происходят потери. Ну, вы-то этого не видели. Я просто вам говорю, потому что там еще поглубже. И это элементарно, как бы, проверяется. Если вы зайдете ко мне на сайт, то тут у каждой работы есть QR-код. Сфотографировали, вышли на сайт. У себя в любом, как бы, телефоне будет ощущение, что изображение глубже. Просто свет по-другому идет. Он идет оттуда. И даже тупые вот эти вот соотношения, они проявляются контрастнее. О чем я говорю? Вон, посмотрите на тот натюрморт. Вот такое ощущение, что он как будто за стеклом, как будто это такая маленький рельеф. Вот так вот покачаешься, кажется, что там туда зайти можно. Да, движется. Этот эффект есть и в этой работе. Этот эффект есть и в этой работе. Вот этот вот оранжевый туда в глубину пошел. Причем эта работа, она в двух состояниях. На той выставке она была в другой цветовой гамме, что очень сложно сделать как бы кистью. А здесь это тоже кисть, приемы те же самые письма. Но она там красная, там она у меня называется ангел, потому что с изменением цветового диапазона образ меняется. Образ меняется. Есть какая-то последовательность, да, и есть какие-то состояния в этом зале, на самом деле, те состояния, при которых, то есть я здесь не играл движком, а вот как она создавалась, так она и есть. Значит, по поводу смешивания как бы красок, да, именно кистью RGB, то есть смешивание цвета, а не красок, именно цвета. Иногда мы пользуем, как это в классике лессировки, да, там желтый на красный наложили, у вас получился оранжевый, работает, но вы можете задавать эту интенсивность. Это сложение элементарное. Но самое интересное, что происходит, когда вы вот эти две кальки начинаете опять по новой разгонять, происходит обратный эффект, цвета вычищаются. То есть вы можете 10 калек наложить, у вас ссерь пошла, грязь. Вы берете опять пластику, фильтр пластика, начинаете эти пикселы гонять, по каким-то там причинам, я уже сейчас не знаю, потому что это происходит подсознательно, да, и цвета начинают, в некоторых случаях они вычищаются, грязь исчезает, они становятся чище. И тебе иногда даже означает, ну как бы возникает там для сближения, ты начинаешь опять накладывать маски. Я просто хотел сказать то, что вот эта работа, ну не знаю сколько там, может быть 100, может быть 150 этих калек тонких слоев, по 10 процентов там каждая калька, это сложное наложение, вот этот вот эффект вот этого, оно да, оно вот скорее всего из-за этого и бывает. Еще плюс сочность, сочность, ну сочность застигается на экране, понятно, а при печати это супер бумага, здесь 99 процентов хлопка, это ИФА там 15, там музейного хранения и так далее, 300 там грамм на сантиметр, ну в общем музейное круче нет, плюс принтер последнего поколения Canon 2000, это вот 3 пиколитра 12 цветов. Значит здесь написан общий текст от Кирилла Светлякова, в принципе все тексты, которые были пояснения к живописи, это Кирилл Светляков. Ну он вообще думал назвать эту выставку сезонные колебания архитектора, там что-то как-то ему понравилось, это вот история, то что у меня оказывается эти моменты чаще всего возникают по сезонам стройки, когда ты одну закончил, еще не началась другая, возникает пустота и ты ее заполняешь, но это не всегда так. Иногда такое бывает совпадение, а бывает нет, потому что ты как бы скачешь на коне, да, когда ты заканчиваешь какой-то объект и это занимает очень много времени, усилий там, страданий у кого-то там и так далее и так далее, но в итоге раз все закончилось, ты как дурак, ты как бы все остановилось, ты вроде как был в движении, но это по одному объекту. Другой вопрос, потому что у тебя параллельно еще другие идут, то есть вот эти сезонные колебания возникли у него в голове тоже, наверное, из какого-то своего его подсознания, слушая мои рассказы, как это создается. Вот, и, собственно говоря, есть серия таких вот психоделических работ, там, например, вот это вот, мне там клиент позвонил, генподрядчик вот с того объекта, там объект этот самый на блюдечке, многие говорят, что похоже на Кандинского, ну а что, тоже русский человек, я тоже русский, всякое бывает, ну почему нет, вот, но на самом деле в правом верхнем углу это генподрядчик, внизу его свита, слева там служба заказчика и между нами колоссальная пропасть, то есть как бы, да, это было так именно, а там вот эти вот зеленые, это какие-то червяки лезут ему в нос и ему мозг тренируют, потусторонние силы, люди, я не знаю, кто ему там что шепчет, и вот куски крови там, они которые в глубине, в глубине, я что могу сказать, то что, на самом деле, собственно говоря, названия не имеют большего, такого значения, потому что вот эти возбудители цифровые изображения, они просто помогают вам надавить на ваше подсознание и вызвать образы, хоть я вам показываю здесь раз-два-три-четыре, да, дома, а это на самом деле, ну где-то домов, ну там 35-40, потому что это флагманы, а дальше идет серия лысые, вот это совсем новая серия недостроенные, это призрак, это динозавр, это фабрика бытия, они в принципе разные, но они близки, но в принципе за каждым, там пропилеев, например, дошло до того, что одни пропилеи построены здесь, под новосибирском заказчиком, но здесь фотографий нет, потому что съемки еще профессиональной не было, вот, но, короче говоря, это завершающий был цикл пропилеев, это был седьмой дом, например, про пропилеи, вот, лысых, таких каркасников, ну уже, наверное, десяток, разного размера, разного назначения, просто-напросто здесь освещение идет тем и лысых, потому что до этого у меня были каркасные дома, это самое дешевое строительство на сегодня, быстро возводимые каркасные дома, за там, в принципе, под ключ, ну что такое под ключ, с туалетной бумагой, надо говорить, ну 6 месяцев, смысл в том, если вовремя это все начать, то, в принципе, к Новому году, Новый год можно уже встречать в новом доме. Значит, эта отделка целиком идет, паркет, это самая галла, черная береза, то есть это МДФ 2 мм натурального слоя. Сверху лиственница, планкен, косой, что здесь еще такого, система остекления ШУКО, стоимость стены, ну, по сравнению с обычным брусовым, это всего лишь 25% стоимости древесины, потом, значит, в качестве утепления он получается теплее, чем любой коттедж, потому что там теплосопротивление стены 4, здесь 8, 7-8 где-то так, ну еще, конечно же, зависит все от качественного исполнения углов примыканий, запенивания, потому что я в каркасниках использую строго пенопласт и пенополиуретан, плоская эксплуатируемая кровля, там газон, здесь не хватает кадра, да, ну просто он здесь уже не помещался, есть кадр с крыши, и здесь, ну, там видно, что травка растет, у меня лично на самом деле сорняки, я жду, когда там они, что же там все-таки приживется, сосед там нормально газон посадил, вплоть до этих самых земляничная поляна, потому что, ну, такая грядка, в общем, небольшая, то есть все мелкокорневое там может быть, вот у него там земляничная поляна, то есть лестница со второго этажа, это вот как раз антресоль, вот отсюда мы попадаем вот через эту дверь на балкон, и с балкона мы поднимаемся на крышу, а с земли лестницы нет, поднимаешься на крышу, весь дом в дубах, его даже летом вообще не видно, и когда поднимаешься на крышу, у тебя прям кроны деревьев делают такое маленькое, такое, ну, небольшое окно в небо, соседей не видно, вообще верхние точки для глаза хороши, и вообще впечатление совершенно другое, значит, в пропилеях тоже есть эксплуатируемая кровля, в этих домах в обоих нету, ну, в принципе, что тут еще можно сказать, тут вся мебель тоже по моим чертежам, тут купель, это баня, этот диван тоже по моим чертежам, это покупное, он сам покупал, шкафы тоже по моим чертежам, ну, то есть, как бы, свет, понятное дело, во всех объектах, вся световая арматура, это мое производство, это лично мое, и разработка. Здесь, кстати, такой еще переломный момент, как бы, естественно, светильники все уже рассчитаны не на галогенку, а на светодиоды, но еще не доведены до звона, что называется. Вот, значит, вот объект, это призрак. Здесь интересная история тем, что эскизы этого и текст этого дома датируются 81-м годом, 82-м, и эскиз этого дома появился именно вот очень-очень давно. Я никак не мог формализовать такой текст, то, что всю свою жизнь человек строил себе стены, которые ему постоянно мешают, но без которых он не может жить. Видите, связь, да, лаконизм, необходимая достаточность. Да, здесь вот все-таки формализовалась эта идея. Значит, в принципе, все эти тексты и концепты, это тренинг как раз с бумажной архитектурой. Прежде чем что-то делать, мы всегда идею выражали еще в поддержку коротким там трехстишием, четверостишием или еще чем-то, но чтобы себя как-то собрать, что называется. Никак не мог подобраться к этой теме, у меня не получалось формализовать. Но сейчас думаю, что все получится. Значит, здесь что? Расслоение стены. Жизнь у стены – это бумж. Жизнь за стеной, это об этом все мечтают, да, а на самом деле стена в жизни. То есть, ну, как бы мы сами рабы, создаем себе правила поведения и потом с ними мучаемся. Идея в том, что непонятно, где людям жить. Потому что стекло Планибель Грей, в него залетает прям все вот это вот, все отражение. Здесь будет, естественно, парк, который вообще убьет это стекло, а в нем вся толще. И такая тоненькая пластиночка стоит. В масштабах это размером с Боинг. Длина дома порядка там 67, сейчас не помню, 69 метров. И высота 16. Такая пластина стоит, а за ней стекло. Уже сегодня это выглядит, то есть, это зашито, как бы, вот это вот место. То есть, грубо говоря, сквозь стекло, то есть, как бы, стена имеет две фактуры. Глухой клинкер и стекло. И сквозь него прорываются глухие вот такие объемы. Сейчас, когда вот это зашилось, это просто такая масса, это кинозал. Довольно-таки большой. Он висит в воздухе. Причем серьезно висит. Вот, тем более существует еще, ну, вот здесь вот, это как раз и спальни, и выход такой. Здесь сауна. Он тоже сделан в черном граните, но гранит не 60 на 60, господа. 3 на 1,5. Это совершенно другая история. Это последний материал, 6 миллиметров. Всего лишь толщиной, с потрясающим рисунком, с легкими белыми прожилками. Но он начинает работать на нюансе как раз с планибель-греем. То есть, если стекло, ты видишь сразу стекло, то здесь даже поначалу непонятно, что это. Вот. И у него здесь вот этот фасад, он вообще динамический, потому что, представляем себе, здесь парк, и когда проходишь по этой дорожке, у тебя картинка все время меняется. Эти вот ящики, я их так называю, глухие участки, стены, которые лежат на земле и подняты кверху, они начинают шевелиться. У тебя все время, то есть, статика превращается в такую пластичную динамику. Меняется все время картинка. Ну, про это пока все. Тут, конечно, написано, большое спасибо, Плотниковой. Общий текст по мою архитектуру и как бы отдельно по каждому объекту. Ну, наверное, все.